Итак, коллеги, всем добрый день. Всем, кто сегодня с нами, кто присоединился чуть попозже или будет смотреть нас в записи. Сегодня мы продолжаем цикл наших встреч из трека наших вебинаров, посвященный теме библиография для небиблиографов. И сегодня мы косимся вопроса, что такое ББК, зачем оно вообще нужно, зачем оно небиблиографам, что за страшный такой зверь, и посмотрим, как работает с электронным эталоном, библиотечно-библиографической классификацией. Но еще раз напоминаю, коллеги, у нас цикл библиография для небиблиографов, то есть для тех, кто не имеет отношения, для кого каталогизация, систематизация, введение каталогов, работа с фондами – это не профессиональная обязанность. Скорее, аспиранты, магистранты, преподаватели, научные руководители, авторы своих публикаций – вот в основном направленность на это. Поэтому будет много простых вещей, которые специалисты, работающие в библиотеках, могут прекрасно знать, но которые неизвестны тем, кто не имеет отношения к данной профессии. Поэтому сразу предупреждаю, напоминаю, в каком аспекте мы будем идти, очень просто и кратко. Понятно, что за один час мы вообще все ББК разобрать просто физически не сможем, но я вам скажу, есть у нас одна задумка по этому поводу. Вот, это поближе к концу вебинара расскажем. Поэтому начинаем сразу с вопроса, а зачем ББК не библиографом? С ним мы сталкиваемся не так уж и часто на самом деле. Не имею в виду библиографов, каталогизаторов и библиотекарей, с этим мы работаем каждый день. А вот не библиографы, редко, но метко, что называется. Чаще всего это случаи, когда нам спросят самостоятельно проиндексировать свои статьи, книги, другие печатные издания. Ну, не совсем может быть это и хорошо, потому что все-таки вопросом индексации, он не такой простой на самом деле, и должны заниматься все-таки специалисты. Но, тем не менее, многие издательства, научные издания, когда готовишь текст своих статей, они просят автора составить, проиндексировать свою статью. И вот здесь наступает большой-большой страх. Про УДК. Там два классификационных индекса используются, УДК и ББК. Про УДК мы 5 мая поговорим, а сегодня мы вот про ББК. Откуда брать, где посмотреть, куда метнуться, как проклассифицировать, проиндексировать, вообще что делать. И вот это вот самый, наверное, большой страх не библиографа. Не скажу, что автор вообще не должен принимать никакого участия в индексации, должен, но не на уровне специалиста в области каталогизации и индексации. Все-таки это не его профессиональная сфера деятельности. Но основы знать надо, чтобы понимать, а куда пойдет ваша статья или книга, если ей присвоится свой индекс, воздающий организации, и почему именно так, откуда он вообще взялся и где она будет находиться. Согласовать. И вот второй момент. Согласовать правильность составления, составленного профессиональными индексами, можно только в том случае, но знаете, как раньше было, если владеешь основами, если понимаешь, о чем идет речь. Знаете, как в рекламных агентствах есть такой пункт, согласование макета с заказчиком, то есть профессионал-дизайнер нарисовал, составил по нашему, может быть, ТЗ, может быть, по своему творческому видению, а потом обязательно идет согласование с видением заказчика, это ли он хотел увидеть. Вот здесь примерно то же самое. Вот этот этап согласования, правильность составленного профессиональными индексами, он должен быть. А для этого надо немножко хотя бы в этом понимать, о чем идет речь. И поиск источников по определенной тематике. Поиск по каталогам ББК или в расширенном поиске по строке поиска по ББК очень хорошая вещь для осуществления тематического поиска. Вот когда аспиранты, магистранты, да и бакалавры тоже ищут работу по теме своей, выпускной, своей ВКР или диссертационного исследования, вот здесь поиск по ББК может нам помочь. Он, находясь в рамках отрасли, темы поиска, он отсекает большое количество ненужной информации. Иногда оказывается более качественной, чем поиск по ключевым словам. То есть мы здесь такой отраслевой, что ли, поиск делаем. Такая возможность есть. Но для этого, опять же, надо знать хотя бы первую структуру ББК, понимать, чего туда написать, какие индексы, что выбрать из предлагаемого списка для того, чтобы найти нужную литературу по теме. Она может относиться совершенно к разным разделам, отделам ББК. И последний момент, да, это ориентация в систематических каталогах библиотек, которые используют ББК. Расстановка, вот сейчас тенденция идет к расстановке организации фондов именно по ББК. И для того, чтобы лучше ориентироваться, меньше дергать дежурного библиографа или библиотекаря вопросами, самостоятельно все-таки какие-то моменты уметь делать с систематическим каталогом. Не важно, это в печатной форме или работать с электронным каталогом. Там тоже есть каталоги ББК и работа по ББК. Вот для этого нам хотя бы первые моменты, первые основы нужно знать. Марина пишет, можно толкнуться на белые пятна для своей работы. Да, можно толкнуться на белые пятна своей работы. Кстати, вот этот поиск источников по ББК, он позволяет еще увидеть, найти источники, о которых даже не подозревал, и увидеть какие-то новые аспекты или повороты сюжета, которые, может быть, мало рассматривались по количеству литератур по этим вопросам. Тоже можно сориентироваться, к какому из аспектов уделено меньше внимания и взять его в свою работу, почему надо. То есть много вариаций, много возможностей открывается, но с ними нужно познакомиться. Поэтому мы сегодня поговорим немножко, опять же, для тех, кто только начинает, что такое ББК, откуда оно взялось. И затем перейдем, посмотрим уже по электронному эталону, что такое есть. Вот наши три вопроса. Что такое структура? И посмотрим на электронный эталон ББК. Ну и первый вопрос, что такое ББК, назначение, история. Краткие моменты из истории просто пунктирно обозначим. Кажется, что система библиотечных каталогов, систематических каталогов, она существовала всегда, ну или, по крайней мере, очень-очень давно. Но на самом деле, еще в XIX веке в России систематические каталоги имели всего четыре, несколько крупнейших библиотек. Ну вот четыре из них здесь фотографиями представлены. Это императорская публичная библиотека в Петербурге, библиотека Академии наук там же и библиотеки Казанского Московского университета. Ну вот именно там, в XIX веке в императорской публичной библиотеке ее директор составил опыт нового библиографического порядка, касающийся систематизации литературы. В библиотеке Академии наук, это было аж в 1808 году, в 41-м году, 1800, в библиотеке Академии наук ее директор Бэр разработал тоже свою систему для фонда иностранного отделения. И в Казанском и Московском университетах были планы расположения библиотеки, расположение библиотеки императорского Московского университета. И все это было в начале и в середине XIX века. Но вроде бы первые основы системы были заложены. Но у каждой системы были свои принципы, свои правила, своя структура. Не было единой какой-то методологической базы, как это делать. Ну и вот такой разброд, шатание. Ну и скорее это были классификации не библиотечные, а классификации именно наук. И только в начале XX века начали появляться систематические каталоги на основе десятичной классификации Международного библиографического института. Позже то, что переросло в УДК. И тоже только в крупных наученных библиотеках. И только в 20-е годы XX века был подписан, издан, подписан декрет главполитпросвета о введении вот этой системы десятичной классификации, о принятии ее и использовании во всех библиотеках республики. Но в 1934 году использовали-использовали ее, а в 1934 году встал вопрос о том, а не разработать ли нам свою отечественную систему в отличие от буржуазной. Чего же мы буржуазными классификациями пользуемся. Своё же надо создавать. Без тени иронии говорю, в общем-то, коллеги, решение, может быть, было и правильное. С учетом особенно сегодняшнего положения и событий. Ну вот так появилась идея разработать свой советский вариант УДК. Работу начал видный отечественный библиограф Троповский Лев Наумович. А затем продолжил ее в 40-е годы уже Захарий Амбарцумян. Там целый квест. Об истории можно рассказывать много. Такие повороты сюжета, такие перепития. Настолько интересная вещь, можно увлечься и зачитаться. Поэтому долго на этом останавливаться не будем. Я вас немножко заинтриговала. Скажу сразу. Работы осуществлялись не... Тогда была библиотека Румянцевского музея, потом ее назвали ГБЛ, библиотека Ленина, теперь и РГБ. Так вот. Нет. Начинали работу не они. Хотя сейчас научно-информационный центр РГБ, научно-информационный центр ББК, конечно, представители там, по-моему, есть, но начало работы было не на базе Ленинской библиотеки. А вот кто начинал разрабатывать? Вот как раз сейчас я вам дам одну статью. Почитайте, кто не знаком с этой статьей Эдуарда Рубеновича Сукеасяна. Мы его часто поминаем. И для тех, кто не в курсе, это главный редактор таблиц ББК. Вот как раз в этой статье очень интересно. Он подробно рассматривает все перепития и повороты сюжета. Но суть в том, что в 30-е годы начало закладываться, постепенно сложилось вот то ядро специалистов, которые в 60-е и закончили работу по созданию отечественной системы классификации. То, что мы сейчас знаем как ББК. Ну и, конечно же, мы не можем обойтись без упоминания ГОСТов. Есть свой он и у индексирования. Но обратите внимание, был ГОСТ по индексированию по ББК. Он недействителен. Когда открываете ГОСТы для ознакомления, пожалуйста, смотрите на сайте Сибит, сайт консорциума правовой, по-моему, технической информации. Вот там они пишут статус ГОСТа, действующий, вышедший из употребления, прекратившегося существование, введенный или же в формате проекта. Вот лучше всего смотреть по этому сайту. Он дает представление о статусе и действии этого документа. И вот ссылочка у вас есть. На слайде можно перейти, посмотреть. Это ГОСТ очень маленький. Он касается только основных технологических процессов и общих правил индексации. Там перечисляются в нем разные системы классификационные. И всего занимает там буквально несколько страничек. Самый, наверное, маленький ГОСТ. Но познакомиться с ним стоит для того, чтобы понимать суть процесса, термины, правила, по которым строится индексация, какой бы системой мы ни пользовались. Вот в плане терминов для небиблиографов посмотрите по этому ГОСТу. Еще один полезный ссылку я вам дам. Она для издающих организаций в первую очередь, но может пригодиться и не библиографам, но, опять же, коллеги, для тех, кому приходится постоянно или очень часто индексировать. Это страницы информирования издающих организаций по новым каким-то выходам публикации, выпусков ББК на сайте Либнета. Где купить ББК? Напоминание про основные положения индексации тоже здесь можно посмотреть. Ну, вот такой вот небольшой документ я вам тоже даю. Тоже для ознакомления можно там посмотреть информацию. Но если встает вопрос, где купить, там тоже есть координаты. И какое место ББК занимает вообще среди других классификационных систем? Ну, только самые основные мы очень кратко затронем. А это, кстати, ответ на вопрос, почему ББК, а не какие-то другие. В том же ГОСТе наряду с нашей классификации упоминаются и у ДК, и ДКД, десятичная классификация ДЮИ. И возникает вопрос, а зачем нам еще какая-то ББК, если они уже есть? Вот они более опытные, более древние, с богатой историей, международные. Так вот, среди членов этого клуба систем классификации, ой, а их огромное количество, это только самые известные, самые часто используемые. ББК самая молодая, наверное, участница, действительно самая молодая, но одна из самых активных. И вот если взять за основу такой критерий по популярности, распространенности, то она занимает вот как раз почетное четвертое место. И это совсем неплохо. Для столь молодой классификации испытаем гордость за отечественное ББК, насколько мы вот... А по числу переводов на разные языки так и вообще может сорвиноваться с десятичной классификацией ДЮИ, если не больше. Но сейчас ситуация может меняться в связи с последними событиями. Многие страны могут просто уходить от ББК, переходить на другие системы классификации. Здесь я пока ничего сказать не могу, но, скорее всего, такой вот будет момент. Но, тем не менее, повод погордиться все-таки есть. Логика структуры, адекватность содержания уровней наук. Здесь ББК занимает не международных экспертов. Ну, первые места. Первое-второе место. Уж точно. Но в части комбинационных свойств, то есть возможности комбинирования составления новых индексов, опять же, специалисты отмечают, что немножко проигрывает УДК. Да, это тоже есть. Ну, свои без минусов. Ну, как же. Немножко дегтя должны быть и в бочке. Но важно помнить, коллеги, единой международной системы классификации в мире не существует. То есть вот такого стандарта, на основе которого что-то выстраивается, единый стандарт какой-то, единая международная система, из которой все вырастают, ее просто не существует. Есть разные подходы. Но в основе чаще всего лежит десятичная классификация, деление по десяткам, то, что и в ББК тоже присутствует. Как бы общие принципы есть, а вот такого узаконенного стандарта, единого, да, какого-то, либо нет. Про УДК. Одна из самых старых классификационных систем. В России она в начале 20 века, благодаря стараниям русского библиографа Баднарского, начала распространяться. И вообще считается, что она завоевала как бы весь мир. Ну, хотя по популярности, по распространенности дедестичная классификация Дьюи несколько раз, в общем-то, чаще применяется. Хотя и появилась немножко, появилась раньше, да. Ну, может, за счет этого. Для школьных, детских, публичных библиотек, как говорят специалисты, работать по УДК очень сложно, а может быть, даже и невозможно, это неудобно. Ну, может быть, это еще одна из причин, что по УДК все-таки есть специальные таблицы для массовых, раньше называясь для массовых библиотек, да, сокращенные таблицы, для школьных отдельно и детских библиотек. По ним легче организовать фонды и работать с читателями. Еще один момент. УДК принадлежит консорциуму УДК со штаб-квартиры в ГААГе. Это, как они сами себя называют, самофинансируемое некоммерческая организация. Ну, откуда же это же она берет финансирование? В 92-м году она приняла на себя право собственности на УДК, поэтому УДК принадлежит консорциуму, но Винети наш является членом этого консорциума, поэтому использует. Но, опять же, насколько это все бесплатно? Скорее всего, нет. По десятичной классификации Дьюи появилась она в США, американский библиотек Дьюи разработал. Это вообще частная-частная собственность, права на которые принадлежат издательству OCLC Forest Press. Это тоже не коммерческая организация, но что-то типа нашего ОАО. Управление осуществляется выборными органами членов-участников не государствами, а частными отдельными организациями, компаниями, издательствами. И поэтому вот это OCLC, которому ДКД принадлежит, называть международные организации было бы, наверное, неправильно. Государства там не принимают участия, принимают только вот участие какие-то отдельные компании. И право на издание можно десятичной классификации нужно приобретать по лицензии, в которой очень много в которой очень много как возможностей, но и ограничения прав. Для этого надо стать членом этого OCLC и нужно приобретать вот эту лицензию на правое издание. И в одной из своих статьи Эдуард Рубенович написал, был такой у нас опыт, начинали дружить, но и не сразу поняли, что в этом случае мы очень многое теряем. Во-первых, мы теряем нашу ББК, которая уже существовала, мы теряем российские правила каталогизации, мы теряем свою собственную идентичность, самостоятельность. возник такой вопрос, что должны будем работать по англо-американским правилам каталогизации, по американским стандарту предметизации, американским форматам каталогизации и, в общем-то, подумав, решили все-таки пойти своим путем. Было всего одно издание десятичной классификации, его перевели, выпустили свет и убедились в том, что нет, чисто наверное не будем рисковать, будем делать свое. В свободном доступе таблицы десятичной классификации в интернете отсутствуют. Если есть, то это, скажем так, нарушение, очень серьезное нарушение авторских прав. Если вдруг столкнетесь, то это совсем понятно, что это уже не закона. Они их не отдают в свободный доступ. Марина пишет, должны переходить на их мышление и видение ситуации. Ну да, вслух не озвучиваю, но к этому в общем-то все и шло. КБК, классификация библиотеки Конгресса, США, опять же, вот посмотрите, перейди на одну из этих классификаций, с большими трудностями можно столкнуться в случае чего. Библиотеки Конгресса классификация с 19-го года, в основном она, ну это одна из популярных систем, вот десятичная классификация ДКД и библиотеки Конгресс, вот эти две классификации, они являются национальными, приняты как национальная классификация систем США, относятся к этому разряду. Ну поддерживается, вот эта классификация уже поддерживается государством и финансируется ее содержание и развитие национальной библиотекой страны, которая является библиотекой Конгресса и она несколько, можно сказать, так, ангажирована, она обслуживает интересы в первую очередь крупных университетских библиотек США и Канады, которые используют эту классификацию. Ну вот такие есть. Вот она есть в открытом доступе, если кого-то заинтересует, посмотреть, чем же она отличается от знакомых нам классификаций, вот есть ссылочка, обратите внимание, здесь есть слово free, да, свободный доступ, да, она в свободном доступе, можно посмотреть, как она устроена, если кого-то заинтересует в каком-то историческом аспекте или сравнительном для работы нужно будет какой-то своей публикационной, вот, пожалуйста, можно по ссылочке найти и посмотреть, но будьте осторожны, хоть тут два раза повторяется слово свободный доступ, free, если вас попросят на странице где-то ввести свои персональные данные, зарегистрироваться и тем более еще что-то оплатить, ну, сразу закрываем и выходим, пока я этого не видела, но все меняется очень быстро, поэтому имейте это в виду, да, ну, и свои национальные системы кто только не имеет, да, вот мы про самые основные поговорили, такие англо-американские, ну, помимо этого есть еще огромное количество своих национальных систем и различных классификаций, там, классификация ранганата на двое тучием, есть библиографические классификации Блиса, есть свои национальные классификации у разных стран, самые такие большие известные, там, Швеция, Китая и других, ну, чего бы и нам не иметь свою национальную систему, ну, а кто не имеет своей национальной, работает с тем, что дает, да, или продает. Сразу коллеги, по поводу, вот мы коснулись про продажу таблиц УДК в печатном виде на дисках ВИНИКТИ, да, продает. В открытом интернете мы, что касается ББК, да, то мы можем найти большое количество веб-сайтов, где предлагаются коды ББК, определители ББК и так далее. по-разному их называют. Так вот, все вот эти многочисленные публикации на веб-сайтах разных организаций, хотя они говорят, что делаются в благих целях, чтобы приобщить людей, дать им доступ и так далее. Даже научных образовательных организаций веб-сайты, вот это дело нарушает авторские права разработчиков. Есть жесткое правило, да, все это может считаться противоправным, если еще не трогали и не предъявляли претензии, ну, в любой момент это может произойти, просто имейте в виду, когда вы ищете, как, да, где найти ББК, вот на эти веб-сайты с большой осторожностью, во-первых, они могут содержать большое количество ошибок, во-вторых, они не обладают такой оперативностью, у нас есть сейчас электронный эталон ББК на сайте РГБ, вот это тот ресурс, которым и рекомендовано пользоваться. Все остальные веб-сайты, поисковики, разные генераторы кодов и прочее, во-первых, они могут содержать ошибки, во-вторых, они не столь оперативны, ну, и в-третьих, это все-таки нарушение авторских прав. Авторские права принадлежат разработчикам и издателям ББК, это НИЦ ББК и издательство Пашков Дом РГБ, поэтому на это тоже обращайте внимание, с этим очень-очень осторожно. Лучше пользоваться электронным каталогом ББК. Официально открытый для нас, ссылочка на него я вам тоже дала, и дальше она у нас тоже будет. Ну, и вот из всего вот этого исторического момента, что такое ББК? Для чего он предназначен? Ну, во-первых, для организации библиотечных фондов, систематических каталогов, картотек, но и для того, чтобы облегчить читателям доступ к источникам информации, да, и раскрыть содержание фондов, и для того, чтобы люди могли осуществлять поиск по систематическому каталогу. Вот про эту читательскую ориентированность Эдуард Рубенович говорил, очень много, с большой горечью, но, к сожалению, не все руководители библиотек, не все библиотекари, библиографы и каталогизаторы пока еще стоят на этих позициях. Многие не покупают таблицы ВВК, а Эдуард Рубенович говорил, что в каждой библиотеке они должны быть сокращенные таблицы для того, чтобы читатели могли их тоже использовать. Не просто один в отделе каталогизации под замком, это для работы, но и читателям тоже должен быть обеспечен доступ. У нас есть электронный эталон, которым тоже можно в принципе пользоваться, слава богу, для не библиотекарей, не библиографов. Это, конечно, очень большое подспорье. И вот такой важный момент. Две направленности пользователей и для организации фондов, для специалистов. Ну, долго на этом мы, можно, конечно, было бы остановиться, но тоже фондов. Спасибо. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Не пугайтесь, если вдруг я исчезну, значит, я сейчас попробую перезайти. Но если в течение 15 минут этого не произойдет, тогда мы просто перенесем вебинар. На всякий случай предупреждаю, надеюсь, все будет хорошо. А теперь давайте все-таки перейдем к нашему ББК от наших задач и проблем. Структура ББК и с чего она состоит? Вообще, что это за зверь такой? То, с чем не библиографы вообще делают круглые глаза и говорят, я ничего не понимаю, я смотрел, а код совсем другой, а там буковки и циферки, а тут одни циферки. А почему так? Как у вас все запущено и как у вас все сложно. Сложно, не скрою. Разобраться в том, чем пользоваться, это достаточно сложно, потому что таблиц много и таблицы разные. Даже когда вы сами, ну, специалист со специалистом всегда договорится и поймет, о чем идет речь, но если вы говорите с человеком, который не является специалистом в области каталогизации, ну, а тем более с пользователями, с читателями, там, с научными руководителями, со своими студентами, пожалуйста, поясняйте, да, не просто какой выпуск таблиц, а каких таблиц, потому что их достаточно много и запутаться в них легко, и человек не слишком хорошо в этом разбирающийся, он сразу, да, выпадет вас, как говорят студенты в осадок, да, он испугается и не поймет. Какие таблицы у нас бывают? Есть два больших класса, универсальные и отраслевые. Мы говорим об универсальных. Отраслевые – это очень уж совсем узкие, специализированные, мы их не касаемся. Мы касаемся только универсальных, те, которые мы, вот, в ней доступ можем получить или найти в библиотеке. Универсальные, в свою очередь, делятся на полные, средние и сокращенные. Вот три варианта. Полные таблицы – это в основном вообще всё-всё-всё-всё-всё, там немножко другая индексация в полных таблицах, сейчас я её вам тоже покажу. Чаще всего мы имеем дело с сокращенными и средними таблицами. Средние таблицы, вот полные, они выходили аж в 30, по-моему, около 30, что ли, выпусков. Там своя большая индексация, она немножко по-другому устроена. Это для научных библиотек. Средние таблицы, предназначенные для систематизации в библиотеках разных типов, универсальные научные, высшие учебные заведения, отраслевые, специализированные. Выходили эти таблицы в 10 выпусках, и издание сейчас завершается, и в электронном эталоне тоже можно найти, эти таблицы, они уже есть, они представлены, с ними можно работать. И полные таблицы в электронном эталоне тоже есть. Но не всё, не везде, да, методические указания тоже, по-моему, к средним таблицам не везде. Дополнительные указания для систематизаторов тоже я пока не встречала. Может быть, редкий случай, на который я ещё пока не попадала. Они есть, но их нет. Наполнение таблиц идёт, поэтому расстраиваться не надо, всё будет. Есть отделы, которые просто расписаны шикарно. По религии, там вообще со всеми специальными типовыми делениями, всё очень отдельно отделы, они прям очень разделы, они очень хорошо там прописаны. Поэтому работа идёт, это надо иметь в виду. Алфавитно-предметный указатель и всё остальное в электронном каталоге, это всё формируется и постоянно пополняется. Средние таблицы, для кого они нужны? Для библиотек высших учебных заведений, в первую очередь, много отраслевых по составу фондов. Много направлений обучения, и менеджеры, и финансисты, и программисты, и кого там только нет. Для этих фондов, да. Могут использовать все отраслевые научные и специальные библиотеки. И есть такой момент, на основе этих средних таблиц, они просто разрабатывают, составляют свои рабочие таблицы. То есть вот она, комбинационная суть ББК. Можно разработать своё и использовать эти таблицы на основе этих. Сокращённые таблицы в одном томе, они заменяют то, что раньше называлось для массовых библиотек. Так что если где-то сталкиваетесь с понятием таблицы для массовых библиотек, имейте в виду, речь идёт о сокращённых таблицах. Последний выпуск, по-моему, был таблиц для массовых библиотек в 97-м году. Они так и назывались, рабочие таблицы ББК для массовых библиотек. Сейчас сокращённые. И для публичных библиотек. Здесь тоже есть и методические указания, и алфавитно-предметный указатель, и методические пояснения и введения. В первую очередь это для муниципальных публичных библиотек, их филиалов, и для всех типов библиотек, которые применяют таблицы ББК при систематической расстановке фондов в открытом доступе. Да, совершенно верно, Марина, идёт работа над модернизацией средних таблиц, но пользоваться уже не библиографом, у которого нет под рукой печатного издания, выпусков. Ничего нет, есть монитор компьютера, своя статья или книга, и требование проиндексировать сегодня до 15 часов. И куда бежать? Вот у нас остаётся электронный эталон ББК. По-другому как, а по-другому никак, что же ещё делать? Методика для школьных детских библиотек, да, вот, кстати, я не упомянула, оставила на потом, но раз уж коснулись, в электронном эталоне ББК есть отдельно таблицы для детских школьных библиотек, причём они разделены на два типа. Для группы возрастной 8-9 лет и для руководителей детского чтения два, как бы, ещё подраздела там есть. Поэтому, коллеги, а, смотрю, нет, помню. Сейчас я напишу, иначе человек у нас потеряется. Ага, да, вот они очень хорошо расписаны, там расписаны подробные методические указания, методика, как делать. Ну, методика, кстати, расписана и для средних таблиц, мы этим тоже можем пользоваться. Я вам сейчас покажу эту самую штуку. Вот, кстати, в статье Эдуарда Рубеновича Сукиосяна от 2020 года есть таблица, очень хорошая такая подсказка, как сориентироваться. У него в единую таблицу сведены все названия таблиц и выпуски, которые были, ну, на 2020 год. Да, то есть свои можно ещё дополнить, у вас такая подсказка будет в материалах для скачивания, эта статья есть. Поэтому её забирайте, прям вот, только ссылочку на неё не забудьте поставить. Прям вот отлично расписано, полные таблицы, какие выпуски, когда, что содержат. Там для средних, средние таблицы, какие, что, когда, годы и так далее. Вообще, последняя тенденция, это рекомендация, как бы, есть такая. Не использовать старые выпуски ББК, переходим на электронный эталон ББК и, как сказали, печатных выпусков, вот, полных таблиц точно не будет. Всё это будет только в электронном, в машиночитаемой форме, в электронном виде. Поэтому постихонечку, коллеги, что будет с остальными печатными выпусками, я не знаю. В общем, идёт такая тенденция перехода на электронный эталон ББК. Поэтому к нему сейчас стараемся больше привыкать, да, с ним работать. Это вот по таблицам. То есть первое, что мы выясняем, по каким таблицам нам нужно делать классификацию. Ну, либо средние, либо сокращённые. У нас под рукой средние. Они, суть-то у них одна, ну, только полные отличаются индексы, там не циферки сначала, а буковки идут. Название рубрика, если посмотрите, разделов, да, отделов, разделов, подразделов, они совпадают. Вот, поэтому вот мы в основном пользуемся вот это, средние и сокращённые таблицы. Средние нам сейчас в электронном каталоге найти, в электронном эталоне найти гораздо проще, поэтому на него. Различаются они только степенью детализации, ну, полные, совсем уж полные, да, плюс отличия. А вот средние и сокращённые, они отличаются степенью детализации, дробления вот этого вот разделов на подотделы, подотделы, подотделы и так далее. Степень детализации. Всё остальное, оно идентично. Поэтому, если мы пользуемся средними таблицами, страшного ничего не будет. Мы как бы берём большее, из чего можно потом сделать меньшее, да, но вот в двух словах буквально для небиблиографов, чтобы не пугаться. Но всегда определяемся по какому, по каким таблицам мы работаем, о каком выпуске идёт речь. В электронном эталоне это гораздо проще сделать. А вот внутри каждой из этих таблиц, средние, там, сокращённые, про них будем говорить, про средние сегодня, они делятся, у них справочный аппарат и структура у них одна и та же. Основные, сначала идут основные деления, основные таблицы, потом таблицы типовых делений общего применения. Ну, будем называть их в УДК, не называются вспомогательные таблицы, ну да, действительно, это так условное название, вспомогательные, они помогают нам разобраться. Методические указания, алфавитно-предметный указатель и поиск. Марина пишет, сводные алфавитно-предметные указатели 1500 страниц, работать сложно. Да, вот в электронном варианте это было бы и будет для нас спасением. Вот такая структура у каждой таблицы. Пройдёмся по ним. Основные таблицы. Первый ряд. Внесены изменения. Теперь у нас появилось, ну, раньше марксистско-ленинское учение и прочее. Оно было прошито через всю ББК, и поэтому очень большая работа была по... Оказалось так, что невозможно просто вот взять, как зуб, да, там, мудрости удалить, и всё. И всё остальное будет существовать. Нет, оно прошито было по всей ББК. Поэтому приходилось иногда переписывать разделы, переиндексировать вообще, переделывать заново. Очень много. Поэтому такая глобальная работа, которая ещё, я так понимаю, будет продолжаться и продолжаться. Малыми силами сотрудников Центра. И вот ушёл первый раздел. Теперь он называется у нас «Междисциплинарное знание». Раньше он назывался «Общенаучное и междисциплинарное знание». И следующие разделы охватывают три основные области. Да, это естественные науки, прикладные техники, сельское хозяйство, медицина и общественные и гуманитарные науки. Ну и замыкает основной ряд – это литература универсального содержания. Вот библиографические указатели, рекламные материалы, они как раз вот сюда тоже и попадают. Сборники, вот литературу общего универсального содержания. И обратите внимание, вот шестой, восьмой раздел «Общественные науки», он объединён. Библиотечное дело, библиография, кто там у нас ещё, педагогика. Они попадают в седьмой раздел. Их надо искать вот здесь. То, что идёт 6-8. Их ищем здесь. Литература ведения, филология. И, в общем, вот это вот такое совмещенное, чтобы не писать три раза одно и то же, их просто обобщили. Просто вот это тоже имейте в виду. Семёрочки, они вот здесь живут. Ссылку на электронное АПУ дам. Сейчас все ссылки отдам вам, коллеги, и покажу. Ну вот отличие ББК от УДК, она тоже десятичная, но у них есть нулевой раздел. У них нет четвёртого раздела, который является свободным, да, вот так вот. То есть четвёрочка не ставится, вот все остальные есть. Ну, это вот для, опять же, шпаргалка у вас, презентация есть, можно будет потом ради интереса посмотреть, зачем они отличаются. То есть если здесь у нас будет один индекс, здесь он будет совсем другой, да. По двум классификациям придётся работать. И, наконец, электронный, ну, это вот самое основное, самое простое по нашей классификационным системам, по нашей ББК. По структуре. Есть два больших момента в ББК. Есть основные таблицы, про которые мы с вами поговорили, и вот они вот так представлены в электронном каталоге. И есть ещё часть, которая называется таблица типовых делений общего применения. Вот они перечислены вот здесь. Да, вот они, под цифрками, то, что идут со страшными буквами. Это то, что нам позволяет детализировать те индексы и индексировать их более точно, да, при необходимости добавлять к нашим источникам, когда мы индексируем по основным таблицам эталона ББК. Да, Юлия, кто у нас спрашивал? Юлия, про электронный АПО вы презентацию скачите, там оттуда ссылка есть, кстати, на АПО электронного эталона. Ну и вот нас, например, заинтересовали естественные науки. Мы открываем большой раздел «Науки о Земле», и вот мы находим географию. Вот видите, как у нас индекс изменится. Открывать очень просто. По плюсику открываем. Если есть плюсик, значит, там есть деление. Открываем, смотрим. Вот «Науки о Земле», да, мы ищем географию, находим «Науки о Земле». Вот видите, здесь плюсика нет, значит, все, вот этот индекс деления не имеет. Значит, если у нас Земля в целом в иллюминаторе, мы берем этот индекс 26.0. Если у нас есть, нас интересует, например, история географии, там что-то, да, географических открытий, то мы ищем географические науки. 26.8 плюсик открываем, и вот у нас высвечивается целая вот такая структура. И вот мы находим, проводим детализацию, да, выбираем индекс, который соответствует тематике нашей книги. Вот здесь очень важно работать с содержанием самого источника. Не просто по названию, а о чем эта книга. Она называться может как угодно, и даже в названии может не присутствовать, там, кончевое слово про географию нового времени. Она не так будет называться. Но по сути, по содержанию. Она рассказывает как раз об этом, о развитии географии в 17 веке, в 18 веке. Значит, вот этот индекс у нее будет. Вот эти вот в скобочках цифры внутри, буковки, это все как раз вспомогательные таблицы. И они добавляются оттуда к общему индексу. И вот здесь мы используем вот эту вот таблицу, они вообще ко всем подходят. Мы отсюда берем и где бы мы там не находились, в каком индексе мы туда добавляем эти значения. А есть еще специальные типовые деления для детализации литературы. Вот они сидят сразу после названия раздела. Вот у нас идет 26.8, географические науки. И сразу под ним вот такой, если видите, СТД. Это таблица специальных типовых делений. Это значит, что она относится только к этому разделу. Только все книги, которые попадают в этот раздел, вот для них это специальные типовые деления мы используем. Если такого нет, значит здесь нет каких-то пояснений. Такой, это вот как бы частный случай таблицы, которая относится именно к этому разделу. Они могут отличаться в разных разделах, могут быть свои специальные типовые деления для детализации. Поэтому очень внимательно надо смотреть. Вот это не индекс, вот это мы не записываем, естественно. Он нам просто показывает. Вот мы выбираем. Нас интересует история географии, г. Мы можем оставить так, а если у нас есть указания, мы по содержанию понимаем, что там речь идет не о истории географии вообще, а именно о конкретном периоде, тогда нам надо открыть дальше и посмотреть. Плюсики открывайте, не стесняйтесь. И смотрите, а что там? И вот там у нас идет детализация, что ага, оказывается, вот оно есть. И вот мы уже нашу книжку проиндексировали. Мы ничего не придумывали сами. Преимущество для небиблиографов. Мы выбрали то, что есть в электронном эталоне. И вот мы этот индекс уже спокойно, смело себе в ББК записываем. Вот так вот. Вот примерно вот так. Да, действуем. По типовым делениям, по вспомогательным таблицам. Очень кратко пройдемся и посмотрим, какие они есть. Вот опять шпаргалку я вам сделала. Обращаем внимание, что последние таблицы, вот то, что мы с вами говорили, они внутри разделов сидят. Поэтому их там нужно искать, если они есть. И обязательно смотрите, к какому разделу они относятся. Первая таблица – общие типовые деления. Вот те буковки, которые нам с вами попадались. Есть. Ее назначение, для чего она нужна. Единообразное размещение литературы во всех подразделениях систематического каталога. Специальные разделы мы можем собирать вместе литературу и создавать вот такие специальные разделы для разных произведений печати. Сборники отдельно, там словари, справочники, учебники и так далее. За счет добавления вот таких буковок. И иногда идут подразделы. Если есть плюсики, можно нажать, и там будут подразделы. Буковки с цифрками. Ну, например, виды библиографических, библиотечных информационных ресурсов. Нажимаем, и вот наши учебные издания, они, например, прошиты здесь. Если мы ищем, а как учебник обозвать? У нас есть учебник. Чего туда надо добавить? Открываем таблицу общих типовых делений. Смотрим, что здесь есть. По наукам выбираем. Если по виду издания, а в данном случае мы не только по содержанию, но и по виду будем индексировать, что это учебник. Учебник для кого? Для начальной школы, для средней школы, для высшего учебного заведения, для кого-то еще. И вот есть учебные издания. Можем оставить так. Но есть плюсик. Откроем, посмотрим. Если у нас не просто учебные издания для всех желающих, а конкретно указанные для кого, вот оттуда мы и можем выбрать. И вот там уже будет добавляться там Я73, Я74, Я72. Вот оттуда мы и берем индекс. И добавляем его к основным цифркам. Дописываем, да? Потому что в самом названии, в заглавии книги может быть не указано, что это учебник. Это написано в сведениях, относящихся к заглавию. Где-то там указано. Но названия его не будет. И вот мы его добавляем, все, у нас появился новый индекс. И вот то, с чем мы с вами сталкивались. История, да? У нас была география. Помните, буковка Г там была? Вот откуда она носилась? А вот отсюда. А мы можем просто ее добавить, можем открыть, посмотреть, что там. Не нужно ли оттуда что-то выбрать, какое-то более дробное деление. Ну вот, например. И, да, вот персоналии. Добавляется, если книга у какого-то деятеля или нескольких деятелях относится к разделу персонали, то добавляем буковку Д. Это все в таблице общих типовых делений. То есть возникает у нас вопрос, анализируем мы нашу книгу, ага, нужно что-то добавить. А в общем индексе этого нет. Заходим сюда, смотрим, какую буковку надо добавить. Если это необходимо. Ну вот, например, книга по истории психологии. Общее типовое деление, здесь будет Г, история. В основных таблицах в средних психология имеет 88-й раздел. Индекс у нас будет 88 Г. Согласны? Правильно мы ее проиндексировали? Или чего-то не хватает? Можем мы на этом остановиться? Ну-ка в чат напишите, как думаете. Правильно мы сделали? А может правильно? Психология, Г, все правильно. Мы определили по таблицам, по основным, по вспомогателям. Ага, Марина, не хватает. Наверное, не хватает. Ага, не просто так спрашивает. А чего нам не хватает? Вот чего нам здесь не хватает? Да вроде бы мы все правильно сделали. Чего нам не хватает? Маловато. Маловато будет. Первое, коллеги, когда приступаем к индексации? Смотрите, книга по истории психологии. Какой? Да, Юлия пишет типовых территориальных делений. Какая история? Какая психология? Где? Когда? Да, вот эвристические вопросы. Превращаемся в кролика зануду, начинаем задавать. Да, монография или учебник? Что это? А может, это сборник? А может, что это за книга по истории психологии? То есть нам не хватает данных вот уже вот здесь. А что это? Сам источник покажите. А может быть, там не про историю психологии, а может быть, там про биографии и жизнеописание великих психологов. Но мы тоже относим запрос студента. А какой индекс написать? Или преподавать или иногда. Вот у меня книга по истории психологии. Вот какой индекс мне здесь записать? Книгу покажи. Тогда мы сможем сказать. Мы отталкиваемся, никогда не отталкиваемся от самого названия, от формальных признаков. Хотя их учитываем тоже. От содержания. Что там? Школы, направления, персоналии. Да, смотрите, сколько много вопросов у нас возникает. Не получится у нас. Задаем уточняющие вопросы. Уточняем, что у нас. И вот мы пошли. Смотрим в общий раздел. Вот мы уточнили, что у нас не просто книга по истории психологии, а по истории психологии в России, там, конца середины 19 века. И вот смотрите, вот мы открываем 88, сначала идем в основные таблицы, открываем здесь, может быть здесь уже все есть, что нам надо. 88 раздел, психология. Вот у нас она высветилась. История психологии есть. 88,1. Нажимаем плюсик. И вот пошло деление. Видите, история психологии у нас где? В России. Отлично. Открываем этот раздел. И вот он у нас открылся по периодам. И вот он уже знак, который у нас есть. А дальше мы совершенно верно уточняем. Это монография, это учебник, это хрестоматия, это учебное пособие, это сборник. Что это? И тогда мы вот сюда после пятерочки, например, да, дописываем там учебник у нас это Я-7 или Я-75, если это написано учебник для высших учебных заведений или для средних специальных заведений. Вот тогда мы уже добавим из отдела, из вот этой таблицы, возьмем и допишем, что это учебник. Тогда будет понятно. А если у нас просто книга вот по истории, можно остановиться на этом. Даже если не библиограф остановится вот на этом, можно будет согласовать. Да, здесь еще есть деление. Мы можем вообще открыть, посмотреть, что там, на что делится, да, и выбрать подходящий индекс. Но обязательно нужно будет потом согласовать со специалистом, библиотекарем, с библиографом своего высшего учебного заведения, правильно ли я проиндексировала. Но вы хотя бы сможете объяснить, почему вы сделали именно так. Или библиограф издательства вам скажет, нет, а давайте поставим в этот раздел. Вы с ним уже более конкретно сможете обсудить, почему вот сюда мы оставим вот этот индекс, например, а не возьмем вот этот. Вы же содержание своей, например, статьи или книги знаете лучше. Какие там аспекты должны быть отражены в индексе. Ну и легче будет разговаривать и договариваться. Еще один пример. Вот он. Вот так на титульном листе выглядит индекс ББК. А вот это, это элемент электронного каталога ЭБС, каталога ББК. Какой индекс здесь? Он более укрупненный, да, 26,8D. Это значит биографии географов-путешественников. Без деления, просто все биографии географов-путешественников собираются сюда. Да, буковка Д обозначает таблицу общих типовых делений, что это у нас биография. А вот здесь у нас идет, да, еще подразделение, что это Россия, что это русские путешественники. Ну да, действительно, вот из названия даже мы это можем понять. Но опять же, книгу надо взять, пролистать, посмотреть. И только тогда мы можем правильно ее проиндексировать. Или проверить, а правильно ли написан индекс, например, к нашей книге, которая издается. А в тот ли раздел она пойдет, да, то ли содержание увидел каталогизатор. Вот откуда двоечка взялась. А вот это уже таблица территориальных типовых делений. Еще одна отдельная вспомогательная таблица. Вот мы ее открываем. У нас же российские путешественники. О них идет речь. Значит, про Россию надо как-то отметить. Открываем эту таблицу и видим, вот деления у нас идут, двоечка в скобочках, это Россия. Значит, после того, как мы указали, что речь идет не просто о географических открытиях, а это биографии, это книги о путешественниках. Вот мы буквку D поставили, которая у нас тут спряталась. А они не просто путешественники, они российские путешественники. Поэтому мы двоечку еще сюда и добавляем. Вот так составляется индекс. Видите, практически-то он уже готов. Он уже практически готов. Нам осталось только выбрать из того, что уже есть. Ну, а если чего-то нет, мы знаем, откуда взять и написать. Еще одна таблица. Да, и таблицы типовых территориальных делений. Тут два больших таких подраздела. Видите, вот у нас есть планы расположения по физико-географическому признаку и по территории, по административно-территориальному признаку. Какое из них смотреть, куда смотреть. Ну и плюс вот еще. Куда туда смотреть. Не административные территории – это в основном для естественных наук. А административные деления для общественных наук. То есть мы опять, видите, здесь аналитическая работа идет. Этот источник, он про что? Про общественные науки? Ну, описание биографии, да, наверное, про общественные науки. Что-то такое. Поэтому литература, она у нас туда же попадает. Значит, сюда. Значит, мы берем вот эти типовые деления и по ним уже смотрим. Основной ряд – это общий. У этих двух вариантов они оба согласованы. И буквенные обозначения, там, политико-административных территорий, политических, они совпадают. Детализация, она уже зависит от специфики науки. Для обозначения отдельных районов, областей, городов, краев используются специальные типовые деления. Вот эти вот специальные типовые деления, вот они. Они вот как раз для обозначения определенной какой-то конкретной местности или области, их можно найти здесь. А если у нас там Карачаево-Черкесия, а если у нас там Крым, как их найти? Откройте, посмотрите. Там уже эти типовые деления есть. И вот то, что в скобочках есть, мы берем и к основному индексу присоединяем. Очень упрощенно, очень просто, но для небиблиографа, хотя бы на этом уровне, мы это должны посмотреть. Да, и коллеги, в презентации вот это вот, это действующие ссылки прямо на сами таблицы. Я их вам отдельно тоже сделала, чтобы удобно было, прям шпаргалка такая, открыть и посмотреть. Деление социальных систем. Это, здесь простая маленькая табличка, вот всего три обозначения по признаку социальной системы. Используется знак апостров и не используются эти деления, если есть отдельный индекс в таблице. То есть работу начинаем с основной таблицы, основных разделов. Ищем там индекс, если его нет, тогда или есть необходимость добавить, и нет специального индекса данных для развитых или развивающихся стран, тогда мы идем сюда, или там социалистических стран, тогда мы идем сюда и отсюда добавляем апостров и нужную цифру. А если там есть свой индекс, ничего же добавлять не надо, мы берем его оттуда. То же самое для всех остальных и общих типовых делений. Если в основной таблице есть отдельный индекс, вот прям идеально под нашу книгу подходит, мы берем его. Если не хватает чего-то, вот тогда идем в вспомогательные таблицы. Этнические типовые деления. И следующая таблица языковых типовых делений, они очень похожи. Одно и то же обозначение, но здесь обозначение народов или этносов. Используется знак равно в скобочках. Видите, вот пример. Там сено-тибетские народы. Знак равно и цифры, и все это заключается в скобочке. Языковые, похоже, видите, тоже сено-тибетские языки. В скобочке не ставится, просто знак равно. Поэтому если у нас стоит в скобочках, это речь идет о народах. А если без скобочек, то это речь идет о языках. Вот здесь очень внимательно надо смотреть по таблицам, чтобы не забыть поставить или не поставить нужный знак. И таблицы специальных типовых делений, они относятся к соответствующему разделу, к которому они предназначены. Они находятся внутри, нет отдельной таблицы, они находятся внутри основных делений классификации или внутри таблицы типовых делений. Вот как мы видели с географией, да, там вот. И еще специальная маленькая табличка именно для них. И важный момент. Они используются, вот эти добавочки, только в пределах этого отдела или нескольких разделов одной отрасли знания. То есть то, что подходит для географии, не подойдет для филологии. Вот этого делать нельзя. Вот там я где-то нашел, а сюда я поставлю. Специальные типовые деления не вот с общими таблицами, которые отдельно вынесены. Можно так поступать, а здесь нельзя. Они могут относиться вот здесь. Это специальные типовые деления, которые относятся к вот этому разделу географические науки. Значит, этими делениями мы можем пользоваться только в рамках этого раздела. А если такая же штука, специальные типовые деления, будет вот здесь, например, науки о земле, и сразу идут специальные типовые деления. Значит, они относятся ко всем разделам этого большого отдела. Вот везде здесь мы их тогда можем использовать. То есть деление от общего к частному. Поэтому если вы в какой-то раздел открыли, а там нет специальных типовых делений, посмотрите на шаг выше, на уровень выше. 26.8. 26.0. Он относится к этому разделу. Там к 26-му разделу. Вот он сюда относится. Откройте, посмотрите. Возможно, на шаг выше есть специальные типовые деления, которые мы здесь можем применить. Вот где их искать. Вот в этом сложность как бы розыска по электронному каталогу. Ну, такая вот хитрость здесь есть. Ну, и помощь нам. Присоединяются специальные типовые деления через дефис. Могут быть и вовсе отдельные специальные индексы, которые применяются разово. Такое тоже может быть. И тогда надо смотреть в методических указаниях. А есть ли к этому разделу, есть ли такой специальный индекс. Для этого нужно открывать уже отдельное окошко с методическими указаниями. Вот такая книга у нас есть. Номер у нее вот такой по ББК. Индекс 2018. А смотрите, называется «Основы геоэкологического мониторинга угольных шахт». Сразу что нам бросается в глаза? Геоэкологический мониторинг. Вот мы побежали искать. Мы нашли по АПУ в электронном эталоне. Там есть слово «геоэкологический мониторинг». Мы его нашли. И вот мы нашли. Вот геоэкологический мониторинг. У него вот такой номер. Мы взяли его и написали. Правильно ли мы сделали. А почему тогда в книге написано «20-18»? Вот в этот раздел он отнесет. Смотрите, два совершенно разных раздела. Этот «20» к наукам, а этот находится «26» науке о Земле. Совершенно два разных раздела. А почему, если есть слова «геоэкологический мониторинг», вот здесь мы этот индекс не можем поставить? Почему мы взяли и вот так ее проиндексировали? Вот, коллеги, кто догадался, откуда? Почему мы вот это не берем, хотя в названии есть «геоэкологический мониторинг», а почему вот этот индекс у нас стоит? Есть какие-то мысли по этому поводу? «Книга о шахтах». Тематика. Ага. А вот угольные шахты. Ага. А вот теперь смотрите. Содержание. Да. Суммируя все вышесказанное. Во-первых, по содержанию. Во-вторых, коллеги, обратите внимание. Вот это индекс основной таблицы. А вот здесь, видите, мы смотрели все специальные типовые деления, то есть вспомогательные таблицы. Они пишутся вот так. 26, 8, ст, д, 1, 3. Вот здесь будет индекс вместо этих страшных букв. Через дефис будет написано 3. То есть у нас было бы там 26, 8, тире, 3. Вот это. Мы берем только вот эту часть в наш индекс. Вот это. То, что знак, и потом идет циферка через дефис. Смотрите, слово есть. Но разве это индекс основной таблицы? Поднимаемся чуть повыше. Это специальное типовое деление. Вот оно даже... Да, совершенно верно, Ольга. Специальное типовое деление для детализации литературы по экологии ландшафтов и геоэкологии. И вот здесь идет геоэкологический мониторинг. То есть книги, которые относятся к вопросам экологии ландшафта, мы добавляем к индексу через дефис 3. И у нас получается, что это книги про геологический мониторинг. Поэтому прежде чем писать какой-то код, радостно найдя схожесть названий, обязательно смотрите. А это случайно не типовое деление? Это не вспомогательная таблица, это не помощник. Основной код, он вот так будет выглядеть. Без вот этих буквок ПР, СТД и так далее. Да, от общего к частному. То есть вот это мы не записываем. Почему же здесь все-таки не 26 и какой-то 8 и дефис 3? И это специальное типовое деление вот с этими такими привлекательными словами, оно относится к географическим наукам. А у нас-то книга про что? Не про географические науки. Она вообще, вот здесь очень внимательно, совершенно верно коллеги сказали, идем от содержания, изучаем аннотацию. Еще хорошо бы взять книгу или открыть в онлайн-библиотеке, полистать и посмотреть. Основное содержание о чем? О том, как создавать системы вот этого геомониторинга, угольной промышленности, экологической безопасности. Там много всего. Там много всего еще есть. Но он в основном про создание вот этих систем, которые помогут более эффективно использовать угольные шахты, повысить производительность труда и так далее. То есть, в принципе, да, природа обустройства, природа пользования, вот как раз к этой теме, наверное, относится. Для уточнения мы можем кликнуть по этому названию. Оно у нас выделится вот таким синеньким цветом. И правилой клавишей мыши открыть методические указания. Сейчас, не в угольной, а потому что речь идет не про угольные шахты, а про создание систем вот этого мониторинга, который в этих угольных шахтах будет работать. А потом, смотрите, это вот то, что мы можем из индекса извлечь. Наверное, так. Вот поэтому, смотрите, мы не можем сейчас дать окончательный вариант индекса, потому что у нас нет самой книги. Вот если бы она сейчас у нас была, мы бы открыли ее, полистали и посмотрели, а не надо ли ее добавить туда что-то про угольные шахты. В угольных шахтах это относится к технике. Троечка там. Если посмотрите, там ничего подходящего как бы обнаружено не было. Поэтому ее в этот раздел и поставили. То есть здесь, если взять за основу угольную промышленность, а вот нету, вот нету, в том-то и дело, что нету. А вот если мы найдем угольную промышленность, и там будет свое специальное типовое деление, где будет про экологию, эко-мониторинг или что-то, тогда мы можем добавить. Но опять же, содержание книги не про сам эко-мониторинг, а про то, как создать и разработать вот эту техническую, организационную систему вот этого эко-мониторинга, вот про создание чего-то, что поможет лучше использовать угольные шахты. Не просто, правда? Вот не просто по названию, не просто по библиографическому описанию. Обязательно должен быть сам источник, который мы можем посмотреть. Или автор этой книги, которому мы можем задать эти вопросы, доведя его до белого коленя. О чем же ваша книга? А что на первом месте? А что важнее, угольные шахты или разработка системы, или организация управления? Тогда вообще у нас в экономику может уйти. То есть вот это вот очень аналитический момент, он очень такой сложный. Без самой книги мы сейчас переработать индекс просто, ну, можем, исходя из собственных представлений, о чем это может быть. Ну, мы сейчас, по крайней мере, посмотрели с вами обратный ход, вот не библиограф, которому присвоили этот индекс. Он открывает, он смотрит, а куда пойдет его книга? И он может задать уже вопросы библиографу, ну, и проверить, вообще согласен ли он с этим индексом. Или говорит, не-не-не, ребята, у нас вообще все про экономику. А кто вообще нам такую аннотацию написал? А ваш автор. Значит, переписываем аннотацию. Что за безобразие? Поэтому, когда пишется аннотация, когда аннотация к статье, если автор, говорят, напишите краткую аннотацию к своей книге, сначала откройте ББК, посмотрите по индексам, да, исходя из этого, уже напишите свою аннотацию так, чтобы он пошел в тот раздел, который вам нужен. Вот на этом этапе согласовывайте, поговорите с каталогизаторами, с библиографами, совместно определите, и исходя из этого уже корректную аннотацию напишите, и тогда все будет хорошо. И каталогизаторам не надо долго мучить голову, куда же поставить эту книгу. По эталону просили ссылочку на АПУ. Вот она здесь есть. Вы сразу перейдете к алфавитно-предметному указателю. Сразу пару моментов вам скажу по поиску здесь. Здесь есть такой раздел «Фильтр», и здесь по буковкам латинского и русского алфавита, и по цифрам, да, в зависимости от того, на что ищем первое, то и нажимаем. Значит, по умолчанию у вас будет стоять буковка А, выделена желтым, то есть активная. Если вы здесь начнете по фильтру заполнять какое-то ключевое слово, он вам будет искать в пределах буковки А. Вот есть такая фишка, когда открываете алфавитно-предметный указатель, сразу первую букву того ключевого слова, на которое вы ищете что-то в эталоне, вот эту букву сразу выделили, а потом уже можно воспользоваться поиском по фильтру. Вот мы сюда, вот как мы природоохранная, мы ввели вот эту природа, да, и добавили, да. И вот он вам выдает список, что есть в каталоге. К некоторым определениям нет ссылок на индексы, а к некоторым есть. Если мы находим то, что нам надо, мы нажимаем там, о, природоохранная технология, дай-ка я посмотрю. Вот здесь будет стрелочка, переход на этот индекс, посмотреть сам эталон, либо можно кликнуть по нему, его вам откроет, вот как мы выше смотрели, да, прям кусочек таблицы, и будет синеньким выделено то, что мы искали. Но имейте в виду, вводить слово фильтр можно не до конца. И лучше всего вводить не до конца. Например, не природопользование, природоохранное, а вот есть природоохранное, а вы видите природоохранное, там технология, и он вам пока что ничего не найден. Это не значит, что ничего не найдено, надо поменять фильтр. Вводите, вот когда вводим слово не до конца, он выдает больше выборку, но больше вариантов, что здесь попадется то, что нам надо. Он очень так к регистру, очень и к вводимым словам внимательно относится. Поэтому вот, ну и буквы, если заглавные, там строчные имеют значение, их сюда тоже при использовании фильтра имейте в виду. И вот он нам выдает. Отсюда мы можем выбрать и перейти. Или вот реклама, да. Мы искали там что-то по дизайну рекламы. Ввели рекламу, а он нам выдал. Реклама, ничего нет. Это значит, что либо его нет, в принципе он есть, но его нет. У него нет отдельного индекса. Это может быть где-то в специальных таблицах, специальных типовых делений, вот там сидеть во вспомогательной части. Поэтому и нет. У нас есть только рекламация на качество образовательных услуг. Ой, какой плохой АПУ, да, не работает. Вводите не полностью. А вот мы ввели не полностью, просто реклам... Последние две буквы не успели ввести, и он нам сразу выдал. Оказывается, вот как оно в каталоге представлено. По видам деятельности. Есть рекламные растяжки, есть рекламная упаковка, есть даже фотография рекламная. Есть издания, есть газеты, есть... Вот он, наш рекламный дизайн. Оказывается, не реклама-дизайн, а рекламный дизайн. Если бы мы искали там дизайн в рекламе, ну, набрали бы дизайн, но нам тоже бы это показало, но только выборка была бы другая, и может быть больше. Поэтому вот с фильтрами здесь надо приноровиться, как вводить, чтобы найти то, что нам надо. Не пугаться, если он показывает, что ничего нет. Попробовать просто заменить ключевые слова. Вот такая хитрость в АПУ присутствует. Кто у нас там просил ссылочку на АПУ? Сейчас я вам в чат ее тоже дам, потому что одно дело с презентацией, второе вот. Это вот как раз ссылочка на АПУ. Если так... Да, Марина уже успела посмотреть 65-й раздел экономики, эко-мониторинг отсутствует. Да, отсутствует. Он вот относится к географии. Но опять же, нашли нужные слова, коллеги, не торопитесь, посмотрите, а в том ли это разделе. У нас-то речь про географию или все-таки про производство промышленности, что-то другое. Да, в экономике... Да, к чему-то надо представлять. Либо это вот слово, если нет, у нас вот здесь, да, нет рекламы, нет чего-то, да, нету, значит, это, скорее всего, относится к специальным типовым делениям, к чему-то надо представлять, и давайте попробуем поискать по-другому и через это выйти на то, что нам нужно, да, как вариант. Значит, нет такого отдела, раздела, подраздела, который назывался бы рекламой, и там все было создано как... Да, либо через поиск. Знаки, ну и вот такая шпаргалка, коллеги, опять же, для небиблиографов, да, знаки ББК, вот то мы сегодня посмотрели, много разных знаков добавляется, которые используются при индексации. Конечно, не все, чисто чтобы для ориентира самое основное, что нам может попасться, да, как обозначаются основные разделы, что это значит, когда мы ищем нужный индекс. Могут быть прописные буквы, да, могут быть строчные, что они обозначают. И опять же, я вам подписала здесь, где смотреть, каким таблицам это относится, чтобы быстро можно было сориентироваться, например, ну, не помните, не обязаны помнить, не библиограф это, это все, да, но сориентироваться, какой вспомогательной таблицей, например, можно воспользоваться, куда посмотреть, где это находится. Вот название этих таблиц, а выше у нас был список этих таблиц вспомогательных. И дальше можно уже по электронному эталону найти, посмотреть и в основных таблицах найти нужный индекс. Ну, вот про знаки, небольшая такая тренировочка, да, что означают эти знаки, если они у нас встречаются в индексе. Вот если просто двоечка в скобочках, вот, видите у нас, вот они, вот они, признак индексов территориального типового деления, круглые скобочки, значит, вот это обозначает здесь какая-то страна. Смотрим, какая, это Россия. Вот это в скобочках и со знаком равно, помните у нас, вот они, этносы и языки. И, значит, вот это, если речь идет о народах России, а вот это, если это у нас, там, какое-то пособие по русскому языку, на русском языке, в общем, важно выделить нам, что это русский язык. Вот это выделение народов, а это выделение русского языка. Ну, вот, вроде бы, везде двоечка стоит, да, но знаки разные, поэтому и значение будет разное, поэтому очень важно, потому что по рогалам ориентироваться. Вот смотрите, вот у нас на примерах, да, вот такие примеры у нас тоже есть, по христианству, например. Вот основные индексы, основные таблицы с подразделениями, вот у нас они вот так выглядят. Вот у нас добавилось через дефис специальное типовое деление, да, в делении у нас выделилась история христианства. История православия внутри истории христианства, поэтому к общему индексу добавляется, добавилась тут двоечка, и через дефис у нас добавилась еще троечка. Это вот прямо все в самой основной таблице есть. Здесь нам ничего не надо придумывать, мы просто берем этот индекс. Или вот искусство России. Поставили, вот оно, обозначение России. А циферка после скобочки, она обозначает период новейшего времени, за период 30-х годов искусства России, у нас будет 30-х годов, да. Мы вот эту шестерочку еще должны будем добавить. Откуда мы ее взяли? Из специального типового деления, внутри раздела, в основной таблице, вот там было это написано. Вот они. Вот оно откуда взялось. Вот оно, искусство, искусство знания, типовое специальное деление под этим, оно относится ко всему 85-му разделу, да. 85-е искусство, искусство знания, вот раздел. И специальное типовое деление, и вот пошло по периодам. Вот оно, шестерочка. Мы записываем не вот этот индекс, потому что у нас это типовое деление периодов истории. Мы выбираем, что это Россия, и после скобочки дописывается вот эта шестерочка. Вот у нас индекс. Но он уже есть готовый, поэтому нам не надо ломать голову, как записать, куда записать. Мы берем отсюда и смотрим по аналогии. И вот такая штука. Один момент только хочу вам сказать. Когда вы заходите в электронный эталон, сейчас, коллеги, я вам прям быстро покажу показ, демонстрацию экрана. Скажите мне, пожалуйста, видите ли вы сейчас желтенький экран? Поставьте, пожалуйста, плюсик. Я вам покажу просто еще одну фишку, на которую нужно обращать внимание. Ага, есть, отлично. Вот смотрите, зашли вы по ссылке. Ссылку я вам сейчас прям даже в чат попробую кинуть. Вот она. В электронный каталог. Выглядит он вот так. У вас по-молчанию будут стоять полные таблицы. Если, чтобы открыть ББК, вам нужно, чтобы вот здесь были средние таблицы. Просто я там уже гуляла, поэтому он кэш не воспроизводит. Выбрать таблицу. Вот первое окно, которое вы увидите. Выбирайте. Лучше всего средние. Ну, здесь сокращенных пока нет, поэтому для небиблиографов, для личных нужд пользуемся средними таблицами. Если нужны для детских, школьных, для руководителей детского чтения. Вот они. Все, что здесь есть, оно здесь отображается. Обязательно нажимайте кнопочку «Выбор». Он вас сразу перебросит на ББК. У вас откроется, вот она, вся схема. И обязательно обращайте внимание, периодически, когда работаете, в каких таблицах вы находитесь. У вас должно быть вот так, средние таблицы. Тогда мы на месте. Тогда мы и пользуемся. Вот он, АПУ. Если чего-то не находим, можно воспользоваться поиском, как бы расширенный поиск. Здесь тоже надо приноровиться немножко. Если по формулировкам, по словам ищите что-то, можно воспользоваться вот такой штукой. Формулировка содержит, а сюда вводить слово. И нажимать «Искать». И он вам лучше выдает результаты. Алла пишет, нет изображения. В смысле, нет. Коллеги, поставьте значок огонька, если у кого-то есть изображение. Ага, есть. Коллеги, если со смартфона или слабый сигнал интернета, может показывать черный экран, не показывать. В записи тогда будет. Поэтому я прошу, что коллеги написали, что есть изображение, демонстрация экрана. В записи оно будет. И вот смотрите, вот так, если по словам ищите, то лучшая формулировка содержит и написать. Ну и здесь можно поэкспериментировать, с поиском, попробовать поработать. Вот он, алфавитно-предметный указатель. Если мы ищем наш там геомониторинг, вот не забываем буковку Г и фильтруже. Моделирование, да, ну вот он показывает, что нет такого геомониторинга. Ну и хорошо, попробуем мониторинг. Вот. Геоэкологический, оказывается, у нас был, мы забыли слово, да. Геоэкологический мониторинг. Он есть, но индекса нет. А это значит, что это какое-то специальное типовое деление. Скорее всего, его надо куда-то добавлять. Значит, мы будем искать другой индекс. А, мы же находимся. Вот, видите, с буквы забыли нажать, и мы уже... Вот вам ваши ноты. Специальное типовое деление. Значит, зато есть ноты почты. Кто у нас там просил ноты, Елена Сержантова, да, вот мы вам ноты здесь нашли. А вот нотные издания. Если у вас речь идет о нотных изданиях, значит, смотрите, 85.9, да, вот туда заходим. Вот. Вот так можно найти. Видите, есть, все нормально. На сайте происходит, Марина пишет, когда впервые входишь, появляется ошибка по стрелке слева вверху, идти на сайт библиотеки, опять войти в средние таблицы. Да, можно заходить с сайта, самой РГБ, открыть сайт РГБ, найти электронный эталон, и через вот этот заход зайти заново. Может слетать, коллеги, но сейчас, слава богу, что вообще работаем. Может быть, самое главное, не пугайтесь, у меня вот второй день нормально, пока все работает без ошибок. И вот он наш ББК, вот они основные разделы, вот они наши естественные науки. Естественные науки в целом. Вот у нас мы открываем, помните наш, вот, видите, экология, охрана окружающей среды. Вот почему в 20-18 у нас пошла книжка про угольные шахты. Она больше не про угольные, по содержанию надо смотреть, она про угольные шахты или про экологию. И вот мы находим, да, вот он. Здесь деления нет. И вот смотрите, когда вы находите что-то, на вопросы остаются. Правой клавишей мыши нажимаете, выделяете синеньким, нажимаете правой клавишей мыши, нажимаете открыть для чтения. И у вас откроется вот такое дополнительное окошко, если есть методические указания к этому разделу, они здесь будут написаны. Видите, он пишет. Раскрытие содержания. О чем здесь? Вот уже пошло пояснение. О размежевании. Это вот ссылка. Где смотреть еще, если сюда не подходит, а где еще этот вопрос отражается? Размежевание с другими областями науки. И вот он вам пишет, что отдельные типы вопроса, например, вот это в этом разделе, в 26-м смотрим, а мелиорацию почв вообще в 40-м разделе смотрим, в 4-ке. И вот вы можете посмотреть. Вот, вот что нам важно. Если есть методические указания, смотрите их здесь. Дополнительные данные для систематизаторов здесь пока еще вот я не обнаружила. Например, нам достаточно вот этого. И вот он вам даже пишет, какой индекс будет у этой книги. Он вам уже его показал. Какой у этого раздела. Вот он. Мы проверяем вышестоящее деление. Вот его можно нажать, посмотреть, нет ли там специальных типовых делений. И вот эти методические рекомендации здесь живут. Только не забывайте закрывать вот эти методические указания. А вот, например, вышестоящему разделу. Сейчас посмотрим, загрузит он нам их или нет. Да, загрузил. Вот здесь, видите, методических указаний всего лишь, никаких отсылок нет. метод очень кратко поясняется о чем это. Не везде они есть, не ко всем разделам. Но лучше открыть, посмотреть и проверить. Не забудьте нажимать значок закрыть это окошко, иначе у вас откроется огромное количество окошка. Вы можете перегрузить оперативную память и подвесить вам компьютер. Поэтому посмотрели, закрыли, посмотрели, закрыли. Они сами по себе не закрываются. Ну, вот так вот устроено ББК, вот так устроено. Еще одна вещь, где искать таблицы. Смотрите, вот они у нас, да, вот общие таблицы, они сидят у нас, вот здесь мы их можем посмотреть, вот они у нас устроены, да. А как по ним, а как добавлять, а где правила? Вот этот важный раздел, методика. Открывайте. Инструкция по работе с электронным эталоном. Открываете ее, читаете, как с этим можно работать. И вот это важные два, вот этот важный раздел. Введение к отделам таблицы ББК. Вот. По средним таблицам, по сокращенным таблицам здесь есть тоже введение и излагается методика индексирования и работы с этими таблицами. Но самих сокращенных пока нет, поэтому мы вот на полных тренируемся, да. Как работать, что набирать, где что находится. Вот здесь единственное, что неудобно, нет такого по гиперссылкам перехода, да. Приходится листать вручную и читать. Но зато много интересного узнаешь. И вот важный в методике введение к отделам таблиц КБК, вот она важная вещь, таблица типовых делений общего применения. Вот эти все таблички, которые у нас сидят, и непонятно, какие буковки добавляются, все правила, все принципы с примерами, они приведены прям по отдельной таблице. Если у вас возникает вопрос, а как вот про народы здесь добавить, а почему так, а какую букву, нажимаем, и вот он нам все с примерами прям выдает, что здесь есть. Вот такая вот хорошая штука. Я вам ссылочку в чат тоже на нее скину прямую, чтобы можно было переходить. Вот она. Вот это вот методика. Это про все. А у нас вот методика введения к отделам таблиц ББК. И здесь выбираем средние таблицы или вот типовых делений общего применения. Вторая и последняя. Да, вот то, что нам, как не библиографам, в первую очередь важно. Ну и если остальные, другие нужны, тоже здесь можно найти методические указания. Вот такая штука. Только обязательно проверяйте, что когда работаете с ББК, какие таблицы у вас вот здесь написаны. Выберите. Не кидайте сразу, сломя голову, а выберите то, что нужно. Ну вот, коллеги, и общие правила, такие самые, с которыми мы сегодня уже столкнулись, они подробно расписаны в методике, поэтому на них не останавливаюсь. Но с ними обязательно нужно познакомиться. Посмотрите методику индексирования, периодически не обязательно прочитать все сразу, периодически к ней обращайтесь, тогда ответы на вопросы найдете. И еще один важный, я вам сейчас дам ссылочку в чат, один очень хороший форум. Форум Либнета. Форум по систематизации для систематизаторов. Если у вас возникают какие-то вопросы по каталогизации, это сайт Национального информационно-библиотечного центра Либнет. Сейчас я его сейчас правильно напишу, чтобы было понятно, что это за ссылочка. Форум систематизаторов. Там архив с 2004, по-моему, да, с 2004 года собран. Все сложные вопросы отвечают специалисты-каталогизаторы. Вот это скорее для уже библиотечных работников, библиографов, каталогизаторов. Когда сталкиваетесь со сложным вопросом, вот здесь можно задать вопрос и получить ответ. Плюс здесь еще есть, когда перейдете по этой ссылочке на форум, там наверху написано про собранные материалы по систематизации, информация научно-информационного центра ББК для издающих организаций, когда что-то выходит, они там размещают информацию. И новые издания по ББК. Вот три таких раздела можно найти и там тоже этим воспользоваться. Ну, а для небиблиографов у нас остается электронный эталон ББК, который будем осваивать. Ну, и основные правила потихонечку изучать. На самом деле не очень страшно. Это больше аналитическая работа такой по анализу документов. Ну, освоив эти азы и применяя это хотя бы периодически, мы тренируем свою память, относитесь к этому как такой мнемо-тренировки, что ли, логическую логику развиваем, аналитические способности. Ну, видите, сколько полезного у нас сокрыто в ББК, помимо того, что мы еще правильно проставляем индексы к своим изданиям. И обязательно имейте в виду вот эту связку с каталогизаторами, с библиографами, посоветоваться, поговорить, узнать, а правильно ли проконсультироваться. Конечно, они вам помогут и подскажут, но вы разговаривать с ними будете хотя бы на одном языке, да, и будете понимать, почему так, не отдавая на откуп кому-то свое вот детище в плане индексации. Ну вот, коллеги, на этом мы нашу сегодняшнюю встречу с вами завершаем. Будем рады видеть вас на следующих вебинарах Директ Академии, а я с вами прощаюсь. До новых встреч!